Всем привет, мои дорогие подписчики! Вы находитесь на канале Верку17 и сегодня у нас третья часть Меги. Смотрите внимательно, будет очень много интересных покупочек. Итак, первым делом я по дороге в Мегу заехала в Фикс Прайс и в Хоум Маркет. Я нашла там кое-что очень интересненькое. Давайте посмотрим, что же я там нашла. Значит, смотрите, в Хоум Маркете я купила вот такие вот звездочки, достаточно дешево. Они достаточно большие, симпатичные. Думаю, вот с теми розовыми шариками Зошана вместе их повесить на занавеску, на гирлянду вот так вот. И они будут красиво дополнять общий дизайн. Тем более, что я шариков хочу покрасить серебряным и будет очень красиво, я думаю, смотреться, как это будет вместе выглядеть. Вот, также, ребята, я купила вот такую мишуру. Она очень симпатичная. Она прям очень красивая. Такими вот снежиночками. Тоже стоила дешево. Вот. Я не знаю, по какой даю приспособить, но она мне очень сильно понравилась. И, ребята, я купила вот такое вот кольцо, сделанное под елочку заснеженную. На ней висят такие красивые зеленые колокольчики. Очень симпатичные. Прям очень красиво. Я думаю, это хорошо дополнить дизайн моего дома. Дальше по дороге у меня встретился фикс прайс. Я в нем купила новые наклейки для стекла, потому что старые, они с красным цветом. А красный цвет в этом году уже не жалко, я вспомнила. Потом, уже после того, как я их купила, я купила себе беленькие. Слушай, ребят, я купила две вот такие наклейки со снежиночками и шариками. Они очень симпатичные. Мне они очень нравятся. Снежинки Деда Мороза я приклею на окно. А вот это я приклею на зеркало. И, может быть, что-нибудь из того набора, где нет красного. И обязательно вам выложу потом видео о том, как я украшаю свою квартиру. Я думаю, вам это будет интересно. Чуть не забыла показать. Еще в фикс прайсе я купила нового щелкунчика в золотом цвете, потому что предыдущий был в красном. Вот, давайте на него посмотрим. Вот, новый щелкунчик не такой лохматый, как старый. Борода у него... Борода у него осыпается. Вот. Блески с него тоже сыпятся. Ее тоже открывается рот. По такому же принципу. Ну, он очень симпатичный. А красный щелкунчик будет на следующий год. Потому что в этом году нежелательны красные цвета в интерьере. Поэтому вот золотой. Следующей точкой моей пути в Мегу был садовод. На садоводе я купила вот такую вот обалденную розовую юбку. Всего за 250 рублей. Она стоит из двух тканей. Первая это такая сеточка. И снизу вот такая вот розовенькая в звездочку юбочка. Очень красивая. Вот, я и решила ее смиксовать с маечкой, которую я вам показывала уже в видео. Или еще, не знаю, не успела обработать и выложить. Потом покажу. Вот эта вот маечка. Из магазина Сенсей. Я их вместе так вот одену. И это будет мой образ на Новый год. У меня весь Новый год будет в розовых тонах. И я думаю, что это будет отлично сочетаться. Так, ребят, смотрите. Вот образ, который я хочу на Новый год. Он такой очень достаточно симпатичный. Нежный, милый, розовый. Смотрится очень красиво. Очень красивый образ. Вот в этом виде я собираюсь встретить Новый год. Также на садоводе я купила вот такой вот свитер без примерки, потому что там только без примерки продавался. Но мне не очень понравилось, как он на мне сидит, потому что он немножко меня полнит. Я напрыгала, что он полнит манекен, но меня он полнит тоже. Поэтому я не знаю, может быть, его подарю кому-нибудь. Может быть, что-нибудь с ним сделаю. Но вот чисто внешне он очень симпатичный, очень приятный к телу. Тоже стоил 250 рублей. Но очень плохо сидит на мне. А вот розовый свитер мне не очень нравится, как он мне смотрится. Мне кажется, что он меня полнит. Он у меня так болтается везде. Вот. И не знаю, как я его буду носить. Смотрите. Или бритальные вещи, а здесь у меня все болтается. Вот. Но он очень приятный тело. Он такой весь нежный, такой красивый. Я не знаю, ребят. Ну, в принципе, он симпатичный. Не знаю, потом разберемся. Ребят, также в магазине Нью-Йорка в Меге. Я уже доехала до Меги. Я купила вот такую бежевую майку. Я давно хотела себе купить бежевую майку. И вот такой вот белый теплый свитер. Кардиган. Сейчас я это примерю. Посмотрите, как это вместе смотрится. Они очень красиво сочетаются друг с другом. Сзади тоже симпатично, спереди симпатично. Еще она очень неплохо смотрится с белым джемпером. Вот, смотрите, как это красиво выглядит. Белый джемпер. Мальчик телесный. И завершением моих покупок самое крутое, что я купила, это все-таки тот камин из обе, который я вам показывала в первом видео. Обязательно посмотрите первое видео. Вот, смотрите, ребята, этот камин. Я его все-таки купила, я не удержалась. В коробку он завернут в пупырку. Вот, смотрите. Камин. Сейчас мы его зажжем. Я вам сделала отдельную вставочку, где он горит, как он красиво приливается. Хотя вы видели это в магазине мега уже. Но вы посмотрите, как он красиво приливается у меня дома. Значит, он такой черный, с серебристыми такими потертостями, типа, под стрину. Сзади у него есть отдел для батареек. Он может работать на батарейках. Также у него есть дырочка или USB. Провод у него тоже идет в комплекте. Можно, чтобы он работал от USB. Здесь у него включатель-выключатель. А, да, кстати, у него есть дырочки, для того, чтобы его можно было повесить на стену. Я много смотрела видеоблогеров, как сделать домашний камин. Ну, иллюзию камина. И они там красиво клали гирлянду. Но это смотрится не как камин. А тут, ну, я хотела долго его сделать, а тут я прихожу в обе и смотрю, кто этот камин. Я не удержалась, потому что камин, новогоднее настроение, это просто, ну, лучшее, что может быть. Ну вот, ребята, я надеюсь, вам понравились мои покупки. Я просто счастлива. По-моему, наверное, это не видно, потому что что-то мне не очень хорошо. Наверное, я просто трудилась немножко, потому что ходила во синих сапогах по снегу. Ну, я просто в восторге от моих покупок. Они просто офигенные. Я надеюсь, они вам тоже понравились. Так что, если они вам понравились, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на мой канал и ждите новое видео. До новых встреч.